Приветствую вас, и хочу сказать так, что, значит, безусловно дети, подростки, являются очень эмоциональными людьми, всегда отдающими себе отсчет в том, что они делают. Для них многое, очень многое является развлечением. То, что они делают, это относится не к вам напрямую, это относится к их внутреннему соревновательному элементу. То есть, вы учитель физкультуры, привлекательный мужчина, я полагаю, и, естественно, девочки, находясь в возрасте под расколом, вам восхищаются. Это нормально для них. Но у вас, у вас есть понимание, как у учителя, что они, это девочки, еще именно, что девочки, они дети. Они не отдают себе отсчет в том, что происходит. Они только учатся, учатся проявлять свои женские черты. Они только познают, постигают это, но ничего серьезного за этим не стоит. И как учитель, как наставник, как человек взрослый, вам не нужно робеть. Потому что взрослый не робеет, когда ребенок говорит ему какие-то вещи. Ребенок не понимает, что он говорит. Так же и эти люди, эти девочки, так же не понимают, что они делают. Вам абсолютно бесполезно как-то с ними разговаривать. Вам абсолютно бесполезно пытаться до них донести, что, допустим, это неправильно, аморально, что они делают и прочее. Это бесполезно, аморально, и вас не будут слушать. Необходимо просто не замечать то, что они делают. У вас есть четкие профессиональные обязанности. Эти профессиональные обязанности касаются образовательного процесса в области физкультуры. И вот этим и нужно заниматься. На этом и нужно делать фокус вашего внимания. Все остальное точно не входит в ваши профессиональные обязанности. Вам не интересует. Вам безразлично и ни в коем случае не интересует. Пожалуй, робость, робость, вот вы пишите, что вы человек робкий и так далее. Робость является следствием, скорее, неуверенности в себе. Это может быть и комплекс, и просто недостаток этой уверенности в себе. Но поскольку вы собираетесь жениться, то я думаю, что у вас по большому счету все в порядке. Просто, может быть, вы не привыкли к вниманию женскому. Идут, ну, надо давать себе счет. В том, кто это внимание вам предоставляет. Можно стесняться, если на вас обращают сразу несколько женщин внимания. Но именно женщин, то есть женщин взрослых, осознающих то, что они делают, эти же девочки, еще раз повторюсь, не понимают до конца того, что происходит. И вот это непонимание, неосознавание ими своих действий даст вам возможность не робеть, а спокойно, бесразлично на это реагировать. Ну вот хотят они развлекаться. Так, вот они игра. Это такая, знаете, это, знаете, такая, немного недовзрослая игра. Так это можно назвать. То есть дети играют во взрослые игры. Они учатся быть взрослыми. И как любая другая детская игра, к этому и ее разновидности, к этой ее разновидности, нужно относиться именно так. Нисходительно, созерцательно и не более того. Вы не сможете этих девочек как-то изменить, но вы и сами не позволяете их действием себя задевать. Повторюсь еще раз, если робост вас беспокоит, на протяжении всей жизни с этим можно поработать отдельно, потому что нужно выяснить причины этой робости, постараться ее купировать, постараться ее устранить, она вам будет проще. А что касается данной ситуации, я надеюсь, вам все более-менее рассказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в «Помогу». Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста. Буду благодарен.